Вечер девятого ава. Как всегда, хотела начать нашу разговор с главами «Добрый вечер». Но потом мне показалось это не совсем уместным. Как-то перед Ханукой, сидя в Аушвице, один раввин решил любым образом найти возможность зажечь, сделать и зажечь Ханукию. Меня слышно, можете подтвердить, что меня слышно, что я не рассказываю что-то тут для себя самой. Пока не пишут слышно или не слышно, я продолжаю рассказывать. Итак, как-то перед Ханукой, сидя в Аушвице, некий раввин решил любым образом найти возможность сделать и зажечь Ханукию. И вот он нашел какой-то старый башмак, нашел старые пачки Гуталина, которые, видимо, из вещей, привезенных туда евреев, разорвал на части свои одежды на фитиле. И вот он с трудом передвигающийся от голода, да, и понимая, что он вообще не знает, будет ли у него завтра, решил, что вот он делает это на Ханукию, чтобы зажечь его вместе со всеми евреями. Вот представьте себе, с трудом передвигающихся от голода, не знающих вообще, что их ждет завтра, евреи собрались. Подтвердите, пожалуйста, да, что слышно. Пожалуйста, одним словом хотя бы напишите «слышно». Слышно? Слышно? Может быть, я напишусь даже такое слово. Слышно? Слышно? Непонятно. Пожалуйста, подтвердите мне, что слышно. Окей, всем действительно надо увидеть. Окей, говорите «слышно». И вот я продолжаю этот рассказ про этого раввина, который решил зажечь Ханукию в Аушвите, в контрационном лагере. Сделал, нашел из какого-то там ботинка, из куска гутолина, из неких ниток, частей своей одежды. Он создал эту самодельную Ханукию. И вот он собирается, вокруг него собираются все евреи, которые там, в этом лагере. И он начинает говорить благословение. Все вы помните, да, какое благословение говорят? «Благословен ты, Всевышний Бог наш, Царь Вселенной, осветивший нас своими заповедями и повелевший нам зажигать ханукальное свечу». «Благословен ты, Господь, Бог Отец нашего, Царь Вселенной, явивший чудеса отцам нашим в те времена, в эти дни». И после того, как он сказал эти два благословения, он остановился, обвел взглядом всех собравшихся и с еще большей силой более громко сказал «Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, даровавший нам жизнь и поддерживающий ее в нас и давший нам дожить до этого времени». И все дружно эти люди в этом лагере говорят ему «Амэн». Позже к нему подходит один еврей и спрашивает «Я не понимаю, как ты вообще смог произнести это благословение?» Да, я понимаю, что мог сказать там «Броху на зажигание свечей», ты мог сказать «Броху, да, действительно были чудеса, данные нашим отцам». Это все можно понять, но как можно благословлять Всевышнего, что он дал нам дожить и увидеть такой кошмар и быть там, где мы находимся? Как это можно? И сказать это вот с таким особым, одушевленным напором, душевным напором. Что же этот раввин ответил ему? Он сказал ему, что когда я дошел до того, что, надо сказать, это благословение, в моей голове прозвучал ровно тот же самый вопрос. Как я могу благословлять то, где мы сейчас находимся? Но тут я обернулся и посмотрел на вас. И что я вижу? Что ко мне, ближе к этим ханукальным свечам, придвигается много разных евреев. И все они придвигаются для того, чтобы посмотреть на эту ханутью. Они мне так громко сказали «Амэн». И те, кто сейчас хотят, в данную минуту хотят, чтобы эта свечка зажглась и горела, эти люди всю свою жизнь, будучи евреями, ни разу ее не зажигали. Они всегда могли это сделать, но они не хотели, они не чувствовали, что им это надо. И в этот момент, говорит этот раввинец, я понял, что это совершенно необыкновенная вещь. В их душах, в душах евреев проснулась жажда к тому самому святому храму, что у них есть в душе. И тогда я благословил Всевышний, ведь этот самый внутренний наш храм, ни один аушвиц он не может уничтожить. И этот храм, он находится внутри каждого из нас. Сказано, что тот, кто скорбит об Иерусалиме, тот по праву видит его в радости, а вот кто не скорбит, тот не видит. Интересно понять, почему сказано «видит», а не увидит в будущем времени. Ведь разве у нас сейчас есть храм, то есть я буду сейчас скорбеть, и сейчас же я прямо на месте увижу храм, то есть в настоящем времени. А почему тот, кто не скорбит, он его не увидит? Ну как можно не увидеть храм, если его построят? Вот сейчас построят храм, вот стоит это здание. Ну не скорбел человек, да? Почему же он его не увидит? Почему же он его не видит? Постараемся сейчас на нашей этой беседе потихонечку это понять. Как-то одному несоблюдающему человеку предложили надеть тфелин. Знаете, часто хабатники стоят, предлагают надеть тфелин. В разных каньонах, в разных местах, в разных совершенно абсолютно по всему миру, в разных местах. Так что ответил ему этот человек? Он сказал, да вы что, я еще до Луны не смог добраться, а вы хотите, чтобы я до Всевышнего дошел. Часто у нас в голове проскакивают мысли, я так далек от Всевышнего, я так далек от всей этой вот жизни, со всеми этими обрядами. Это совершенно не мое, меня это не интересует. Каждый человек сам знает какие-то уголки своей души, знает так, как никто другой не может знать. И именно поэтому часто люди чувствуют себя далекими от Всевышнего, далекими от религии, от всего, что связано с этим. И действительно можно подумать, какое расстояние между, действительно, какое расстояние между вот этим человеком, который не то что не соблюдает, он вообще ненавидит этих религиозных, ему это неприятно, ему это отвратительно. Он смотрит на какие-то их действия, и это вызывает в нем некую такую бурю отрицательной, да, то, что мы с вами называем Сенатхинам. Он не может объяснить, почему, но вот не любит он это. Разве какая дорога от этого человека до Всевышнего, да? Давайте с вами подумаем. Если кто-то хочет доехать из одного места в другое, и он смотрит на карте, да, мы открываем карту, берем линейку, и вот приложив эту линейку, мы смотрим, окей, вроде расстояние как бы не такое, чтобы оно уже и сильно далекое, достаточно близко, да? По карте, не знаю, 10 километров получается. Но вот что делать? Дороги идут так, что вместе вот того, чтобы прийти, пройти вот эти, проехать 10 километров, надо ехать почти 100 километров вокруг, через всякие горы, через всякие низины, через всякие туннели. Тот, кто, на всяком случае, живет в Израиле, знает, как это может быть и какие дороги могут быть. То есть мы понимаем, что реальные дороги часто проходят через разные места, как то, как я вам уже сказала, горы и низины. И иногда, когда строят дороги, да, то в горах, понятное дело, прорывают туннели или строят мосты, да, то есть там, где между горами низины, между нас двор, двугород строят некие мосты. Что же происходит у нас, что же происходит с нами, да, когда мы душой хотим к чему-то приблизиться? Наша душа, наша душа хочет куда-то дойти, куда-то доехать. И вроде там непонятно, где находится это то место, куда мы хотим приехать в данный момент. Мы с вами будем говорить про храм и про Всевышнего. Но по нашей дороге, которая уже проложена, и есть она действительно, есть горы. И эти сами горы – это что? Это наша гордыня, это наше эго, это иногда наш гнев, это иногда такое большое и крепкое, в своем уверенном, такое я, я, да. Да, как-то когда-то в свое время главный раввин Англии, а он был джун, в самом начале его дороги, его пути к Всевышнему, он написал письмо Любавическому Рэбе, написал ему письмо с просьбой помочь разобраться именно в этой самой дороге, и разобраться, как ему стать лучше, как правильно действовать, как жить, куда идти и как идти. И вот через какое-то время он получает назад письмо от Рэбе, открывает конверт, и что он там находит? Он находит свое же письмо, то самое, которое он послал Рэбе. И он решает, что, наверное, произошла ошибка, и секретарь просто перепутал письма, и вместо письма Рэбе положил его же письмо назад. Но, открыв свое письмо, увидев, он вдруг обнаруживает, что в письме есть некоторые слова, которые обведены красными чернилами. И этих слов было ровно семнадцать. Какие же это были слова? Эти слова были «я». Я думаю, я хочу, я чувствую. То есть наше «я» часто застилает нам возможность видеть незадлутненную картину или прямую дорогу. Есть наши желания, наше эго, и мы часто, соответственно, ведем себя так, как куда оно у нас ведет, вот это эго. Но если даже говорить не про вас, тот, кто знает Танах, может быть, ходит на уроки моего мужа, и поэтому чуть более подкован, да, или сам учит, вот, он знает, что был такой царь Эравамбен-Навад. И написано про него, что взял его Всевышний за край одежды и сказал ему «сделай тшуву». И тогда я, ты и Бен-Ишай будем вместе гулять по раю, по раю, по Ганедоно. Бен-Ишай, как вы понимаете, речь идет про царя Давида. Что говорит ему Эравамб в ответ на такое щедрое предложение от самого Всевышнего? Он говорит «А кто будет главным?» И Всевышний отвечает «Давид будет главным». «Ну, тогда я не хочу», – отвечает Эравамб, ведь изначально Всевышний перечислил в том порядке, что сначала он Всевышний, потом Эравамб, а потом Давид. Но гордыня Эравама привела к тому, что он спрашивает у Всевышний «А кто же будет первым? Я или Давид?» В этот момент Всевышний решает сделать Давида главным, потому что Давиду присущна скромность и умение давать, соответственно, вместо другим. Эравама же вот его гордыня, она его в этом смысле и погубила. Может быть, если бы в тот момент он не сказал так, то сегодня бы мы с вами говорили «Вот, Еравам, да, его потомки будут Маших, от него будет Маших» и так далее. Но гордыня не дала. Если мы с вами говорили про горы, то надо вспомнить, что еще есть низины. Что такое низины? низины – это когда мы с вами чувствуем себя прозрачными, да, теми, с кем не считаются, теми, кого не видят, кого не уважают. И в какой-то момент мы сами перестаем верить в то, что мы куда-то сможем дойти. Да, ведь все вокруг так считают. Я неудачник, у меня не получается, я этого не достиг, я этого не смог. Но Всевышний нам говорит, даже если дорога тебе страшна, и ты не знаешь, куда и как идти, знай, что внутри тебя есть храм. И есть такое выражение в недельной главе Трума. Оно гласит так, говорит так. «Ве ассури мигдаш, ве шаханти бетухам, и сделайте мне святилища, и я буду пребывать внутри них». Трума учит нас, что когда каждый еврей хочет служить Всевышнему, он, каждый еврей, да, может стать местом служения, он может стать местом для божественного присутствия, потому что оно находится внутри него. Поэтому и написано, что помимо необходимости построить всем народам дом для божественного присутствия, то есть имеется в виду храм, каждый еврей должен приготовить внутри себя место, чтобы дать там место шхине, шхине, да, то есть в божественном присутствии, и тогда Всевышний будет пребывать в эту храм, внутри них, внутри него, да, внутри всех, внутри каждого еврея. И каждый еврей, когда он дает Всевышнему, позволяет ему войти в его жизнь, позволяет ему стать неотъемленной частью ее, да, тем образом он строит свой личный храм. Иногда смотришь на человека, и он вроде бы совершенно далек и от хороших дел, и внешне он совсем не причастен даже к нашему народу, но ни за что не догадаешься, что он еврей, он очень старательно это скрывает. Но начинаешь с ним разговаривать, и вдруг вот еврейская его душа, она начинает открывать тебе необыкновенную любовь и близость к Всевышнему, да. И поэтому, если у каждого из нас будет достаточно сил, вот, стряхнуть себя, прилепившуюся к нам такую внешнюю оболочку, внешнюю шелуху, да, и раскопать внутри себя запрятанный храм, то это будет первый шаг в построении, как бы, внешнего физического храма. И тогда, конечно же, каждый из нас обнаружит, что он находится в том самом, в этом мигдуши, в том самом храме, которого мы ждем. Мы ждем, но мы не знаем о том, что он на самом деле, первая его шлаф, первые шаги в его строительстве, оно должно быть внутри нас. Можно это сравнить так, сказать, что рыба находится в воде, но она не знает, что это вода, да. Так мы находимся в мире, где уже в духовном смысле этот бет-мигдуш тут, он в нас, да, но мы не можем, не можем этого понять, не можем этого обнаружить, и поэтому в реале его еще нет. Хочу еще рассказать о том, что как-то спросили Ребе. Зачем вообще евреям нужен Ребе? И знаете, что он ответил? Он сказал, что Ребе нужен для того, чтобы помочь каждому еврею найти и открыть в себе тот самый храм, что есть внутри него. В Гморе есть некий рассказ, на самом деле есть несколько рассказов, но я вам сейчас скажу об одном, о женщинах, живущих в городе Лот. Они замешивали в пятницу тесто на халы, а потом спускались, так написано, да, в Гморе они спускались по подземным переходам в храм и успевали побывать в храме и вернуться, пока тесто еще не поднялось. Тот, кто живет в Израиле, да, и понимает, что о каких расстояниях идет речь, да, говорится, что если идти пешком, то как минимум обычной дороги, да, то как минимум сутки только в одну сторону, без остановки, просто идти нормальным шагом, да. Ну и тот, может быть, кто живет в Израиле, знает, что если там у нас есть машина, то на машине это больше часа дороги, только вот сейчас, да. Мы же говорим про времена, про времена Талбуда, когда говорится, что женщины замешивали тесто, спускались по туннелям вниз, доходили до храма и успели вернуться, пока тесто еще не поднялось, да. Давайте подумаем с вами, попробуем представить себе, что если есть вот такая ситуация, есть ли есть некие такие какие-то туннели, некие какие-то подземные дороги особенно, да, если это в принципе есть, если это чудо или не чудо, и действительно оно есть, да, то почему это должно было случиться лично и именно только для этих женщин или еще для нескольких персонажей, которые есть в море, да. И почему вообще Всевышнему было бы не сделать так, в принципе, как, если вы помните, рассказ с Элиэдером, да, когда рабом Аврама, когда он его послал искать невесту Ицхаку, своему сыну, да, он просто опс, и таким чудом случился вообще, переместился из одного места в другое. Если есть у Всевышнего возможность так перемещать, то вообще зачем писать про какие-то туннели, да, и вообще непонятно, были ли эти какие-то мифические туннели, а если они были, то почему бы тогда всему народу не передвигаться вообще по этим туннелям, ну, если в море пишется, мы же понимаем, что это не некое сочинение, не какие-то там сказки, да, значит, где эти туннели, как и почему, куда мы передвигаемся, и почему, когда евреи делали Алияль-Регель, да, три раза в году, они шли по прямым дорогам, и они шли долгое время, всей семьей эта дорога занимала огромное количество дней, и как это было тяжело. Вот, пожалуйста же, у тебя тут есть туннели, в чем дело? Так говорит Гмара, есть туннель, да. Во всех рассказах наших хазаль всегда есть некие какие-то внутренние понятия. Кстати, очень важно знать, помнить, что написано про 10 наших потерянных колен. Про них написано, что они выйдут из туннеля. Еще раз мы возвращаемся к этому понятию «туннель», о чем идет речь. Многие люди вообще даже не знают, что они относятся к еврейскому народу. И когда придет Машеах, вдруг окажется, да, что они имеют отношение к еврейскому народу. Они обнаружатся, что они евреи, да. Но что необходимо для этого? Что нам надо для того, чтобы наши 10 колен обнаружились, вышли из тех туннелей, про которые написано? Для этого нам надо, чтобы сначала те, кто уже знают, что они евреи, обнаружили внутри себя, прорыли туннель внутри себя, к своему сердцу, к своей душе, и обнаружили там свой храм, обнаружили там свое еврейство. Иногда мы просто выполняем заповеди. Те, которые уже как бы выполняют, я говорю про людей, родившихся в семье, где выполняют иногда люди, сделавшие уже шубу и долгое время живущие в этом мире, они иногда выполняют заповеди неким таким сухим, четким выполнением того, что они должны. Конечно, это очень важно, это очень хорошо, но это недостаточно для того, чтобы построить храм. Мы должны объединить наши дела с нашим внутренним храмом. И те женщины, что ходили в храм, то, что было написано, когда ставили тетя, они ходили во свой внутренний храм, они искали в себе, внутри себя, рыли внутри себя и искали связь своих поступков и того, что они делают для Всевышнего. Они объединяли, вот я делаю заповедь, но я должен найти в себе вот этот храм этого Всевышнего и понять, для чего я выполняю эту заповедь. Они искали связь в своих поступках и Всевышнего, да, то есть не только технического действия, которого совершенно недостаточно для построения храма. И тогда более-менее, можно сказать, что становится понятным то самое выражение, из которого мы начали с вами говорить вот в начале беседы. Тот, кто скорбит о Иерусалиме, тот по праву видит его радости, а тот, кто не скорбит, он его не видит, да. Представьте себе вдруг, опс, погас свет. Что мы чувствуем? Мы чувствуем тьму, и мы очень хотим свет, да, ведь мы же с вами знаем, что такое свет. Мы можем разделить между светом и тьмой. Представьте себе слепого человека, который вообще никогда не видел света. Будет ли свет включен или будет свет погашен, ему абсолютно неведано, абсолютно даже неинтересно, да. То есть, чтобы хотеть построить храм, мы должны знать и понимать, и чувствовать его внутри себя. Если у нас нет этого понятия, нет этого чувства, то мы с вами как слепые, мы не разделяем между хорошим и плохим, мы между ничем не разделяем свет и темнота для нас одно и то же. Или как музыкант, который с абсолютным слухом, и он слышит, что кто-то берет неправильные ноты, и ему это очень сильно мешает, да. Но если ты не развит музыкально, то совершенно тебе не все равно, этот играет или тот, и правильные ноты, и так он совершенно неважно, да. Так и храм. Если ты скорбишь о нем, да, если ты не хочешь увидеть только красивые камни, внешнее проявление, внешняя атрибутика, золото, там, серебро, или красивые одежды, или просто одно красивое издание, да, то это одно. То есть если мы скорбили в темноте для света, это вот это именно ощущение, желание храма, да. И если мы скорбили о храме, то мы его видим внутренним светом, мы его себе представляем. Что Рэбе говорил нам каждому? Каждый из нас должен построить внутри себя свой храм, должен представить себе этот храм, он должен пойти и выучить законы, законы. Поэтому, если вы знаете, в хаббатских общинах вот сейчас в три недели было очень много учебы о том, каким должен быть храм и как правильно выполнять храмовые работы. Если мы, как говорится, ждем гостя, то мы к этому готовимся, и мы ждем нашего храма, и мы к этому готовимся. А слепые люди, даже если они увидят этот храм, как бы своим зрением Гашми, своим просто зрением, да, но они не скорбили о нем. Что они увидят? Что эти люди увидят? Они увидят, ну вот, построили еще одно красивое здание. Храма можно сходить как в музей, посмотреть, да, они не увидят храма, потому что у храма, у него есть особое предназначение. Храм – это наши ворота между этим и другим миром. Это возможность поднятия этот мир на совершенно другой уровень посредством определенной работы евреев, наделения евреев и всего мира особой силы, да. То есть те, кто ждут и хотят увидеть новое красивое здание, в Иерусалиме там взяли деньги, сложились, построили, да. В конце концов, я даже слышала, что где-то кто-то, когда-то пробовал даже собирать деньги вот на постройку храма, были всякие разные такие идеи, да. Люди эти, они просто не поймут, потому что все, что их интересует, это наслаждение своим «я» или, наоборот, некими всякими эстетическими красивыми вещами. Есть еще один небольшой факт, который я хочу вам рассказать, что когда царь Шламу строил храм, он построил специально подземные помещения, которые были невидно глазом. Известно, что царь Шламу знал, что этот храм будет разрушен, да. И интересно, что в этих, в этих подземных помещениях спрятаны, что называется, священный ковчег, скрижа Лизавета и посох Аарона. Да, и спрятано это праведным царем Ешеяву перед вот самым падением Иерусалима и разрушением храма. И мы с вами должны разрыть и найти, где это все находится для того, чтобы построить наш храм. То есть, для построения храма, как мы сказали, нам надо две вещи. И они не... это рыть. Первое, это разрыть и найти в себе свой внутренний храм. А второе, разрыть и найти, соответственно, ковчег, и скрижали, и посох. И тогда действительно Всевышний даст нам наш храм. Мы должны его построить сначала на духовном уровне, и тогда он нам придет здесь, вот в этом мире. То есть, обязательно должны связать умение выполнять правильно заповеди, а наше мецвод – это служение в храме, большое количество мецвод, которые как бы в этом. Я желаю каждому из вас сейчас, в девятое ава, действительно всей душой, всей душой скорбить о Иерусалиме, всей душой скорбить о храме, с тем, чтобы в самое ближайшее время каждый из нас был уже в настоящем, реальном храме. Это в руках каждого из вас. Каждый из вас своей скорбью, своими действиями, своей любовью к Всевышнему, любовью к желанию храма ставит вот свой камешек сначала на духовном уровне и с Божьей помощью потом на настоящем физическом. Всем ЦОМ КАЛЬ с любовью к Всевышнему. Всего хорошего.